Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о уходе за смородиной, а именно о подкормках смородины черной и красной в весенний период. И черная, и красная смородина, а также крыжовник, но черная даже немножечко раньше, начинают вегетацию достаточно рано. Стоит наступить первым оттепелем, как уже мы можем видеть распускание первых почек. Это означает, что у смородины начались ростовые процессы. И, конечно же, в этот период смородина активно поглощает питательные вещества, накопленные как в ветках, благодаря тем подкормкам, которые мы делали во второй половине лета, а также тем веществам питательным, которые накоплены в почве. Что же сделать для того, чтобы получить колоссальный урожай черной и красной смородины, а также крыжовника? Надо помнить, что основа урожая всех этих культур закладывается в летний период, после уборки ягод. Именно в этот период формируются цветочные почки, цветочные кисти внутри маленьких почечек в микроскопическом виде. Однако же, сколько будет цветков, сколько будет завязей, сколько этих будет кистей, заложилось прошлым летом. Именно поэтому так важно было подкормить смородину. И мы рекомендовали вам способы подкормки смородины. Луночная, из-за того, что у смородины поверхностная корневая система, она не очень-то любит внесение удобрений в разброс. Поэтому лунками мы пробивали землю и туда закладывали удобрения. Вспомните эту рекомендацию. Теперь же, в весенний период, смородина нуждается также в определенных подкормках и обработках. Однако, в гораздо меньшей степени в азоте, в котором она нуждалась в середине прошлого лета, нежели чем в калии и фосфоре. Самая неудачная идея сейчас – это подкормить смородину органическими удобрениями. Такими, как гранулированная органика, которая продается широко в магазинах, там конский навоз или куриный помёд. Либо непосредственно полученными от животных. Связано это с высоким содержанием азота. Обильное количество азота, внесённое сейчас в почву, приведёт к тому, что растения перейдут в вегетативную фазу роста. Рост побегов начнётся не вовремя. Преимущественно будет рост листьев происходить. А это нам совсем не нужно. Ведь нам нужно, чтобы как следует выросли кисти и завязались ягоды. Кроме того, надо помнить, что в почвенное внесение органики сейчас, либо высоких доз азотных удобрений, может привести как к занетрачиванию ягод, так и к занетрачиванию листьев. А ведь это листья – очень важный продукт, который мы можем получить от всех видов смородины. Ведь они содержат многие вещества в гораздо большем количестве, чем ягоды. Самая лучшая подкормка сейчас для смородины – это фосфорно-калийная. Та подкормка, которую мы делаем и для томатов, и для перцев, для баклажан, для многих других видов растений в период их плодоношения и начала цветения. И смородина от них не отличается, нуждается она именно в этих элементах питания. Те, кто проводил обработку смородины с помощью белизны, с помощью гипохлорита натрия, с добавлением монофосфата калия, фактически уже провели такую подкормку. И частично монофосфат попал на листочки, на почки, уже мог всосаться в листики и распределиться по растению. Частично он смылся осадками или смоется еще осадками с поверхности ветвей и непосредственно попадет в почву к корням. Поэтому здесь каких-то дополнительных подкормок делать не надо. Что же касается тех, кто проводил искореняющие обработки иным образом, то лучше всего взять столовую ложку монофосфата калия, развести ее в ведре воды и вот под такого размера куст внести хотя бы 1 литр такого раствора. Это будет самым лучшим, что вы можете сделать из подкормок для увеличения урожая всех видов смородины, а также крыжовника. Кроме того, эта подкормка значительно повысит устойчивость смородины к мучнистой росе. А ведь мучнистая роса начинает заражение побегов в начале роста, в начале вегетации. Она уже здесь и проявляется она уже позже, но заражение происходит уже даже в этот период. Поэтому излишние органические подкормки лишь навредят смородине, вызовут увеличение повреждения смородины клещаум, увеличение повреждения смородины смородиновой молью, увеличение поражения ее болезней. Ведь перекормленные азотом растения гораздо чувствительнее к болезням и вредителям, нежели тем, которые получали дополнительные дозы азота и калия. Еще одной худшей идеей в подкормке смородины в это, да и во все остальные периоды, обогащением почвы под смородиной калием, является использование золы или зольного раствора. Виды смородины, в том числе черная, красная, белая, совершенно не любят защелачивание почвы. Они очень холодно относятся к известковым удобрениям, в том числе к золе, который имеет щелочную реакцию. Поэтому никогда не используйте для смородины какие-то зольные растворы без их гашения лимонной, а еще лучше уксусной кислотой. Об этом на нашем канале имеется ролик. Кроме того, вы можете использовать подкормку быстрым фосфором, о котором вы можете также узнать из одного из наших роликов. В том случае, если вы также фосфор не вносили луночно под осень или в середине лета, либо урожаи вашей смородины вас не радуют, и она явно нуждается в дополнительном количестве фосфора. Для того, чтобы обогатить фосфорную настойку, фосфорный настой калием, вы можете добавить одну столовую ложку сульфата калия на ведро готового раствора быстрого фосфора. Это будет самой лучшей идеей для подкормки смородины и крыжовника в этот период времени. Что ж, о дополнительных способах увеличения урожая смородины я обязательно вам расскажу в следующем выпуске.